Всем привет, с вами как обычно канал ИгрАлексГейм, а еще самая красивая игра Ассасинс Грид Бальгалла. В прошлый раз выбрались из плена, освободили своих братьев викингов и отправились на лодки в приключения. Нам нужно доплыть до своего лагеря викингов, а по пути можно разведать че да как и совершить набег на остров. Итак, поехали совершать набег. Всем снова привет. ПОЖРАТЬ БЫ МНЕ! ПОЖРАТЬ БЫ МНЕ! ПОЖРАТЬ БЫ МНЕ! Нече Блин, меня сейчас... ПОЖРАТЬ БЫ ГРУЕ МНЕ! ПОЖРАТЬ БЫili Разгони МНЕ! ПОЖРАТЬ БЫМЕ! ПОЖРАТЬ БЫ Tibber ПОЖРАТЬ БЫ!!!! АВТИ! есть нет еще кто-то там есть завершаем набер есть так что здесь у нас оба скушали марошу уже легче теперь обыщем островочек с кем ты тут бьёшься так и чё на этом острове у нас есть вкусная кроме мароши вот еще мароши не это яки яки фрут а то у меня жизни совсем не было подкрепиться так стрелы оба укус кости какой-то набег завершен здесь ничего нельзя поесть что еще на этом острове я сейчас глянем быстренько по быстренькому есть у нас вот туда можно добраться домой отправляться пока пока да мы едем домой но морская разведка тюетти драккары харальда приходят и уходят не причиняя нам никаких неприятностей как ты и говорил у клана ворона кораблей мало особо опасности они не представляют мы с легкостью захватим этот край да ребята да ребята почти да ребята почти иноки м ой блин день какая-то здесь странно так ну тут больше ничего не вижу интересного пока никаких пещер никаких пещер стрелы не еще один смотри охотничьи стрелы сидел здесь да хочу что тут охранял опа это чуть такое обсидиан подобрать железная руда интересно интересно для чего она нам так ну я думаю мы что-то сможем потом сделать так хорошо что с острова сразу не ушел погнали погнали дальше где наш кораблик стрелы стрелами запасся провизии чуть-чуть есть жизни восстановил здесь мы ничего не обыскивали еще да но здесь похоже и нет ничего такого кобыча серебра чуть-чуть нам все надо будет поехали отсюда так как парковаться отсюда назад назад так в принципе как и в одессе было до управления так отплываем так включаем карту сразу для чего мы включаем вот для чего нам надо добраться сюда естественно здесь что то есть и есть птичка поэтому давай-ка поставим метку сюда да я не знаю тигнут нас там не тигнут как бы может они сильные здесь а еще я же хотел в прошлой серии помните говорили да вот сюда вот попасть и посмотреть почему и чё это такое гвоздь был здесь какой-то сделал фотку значит так и тут сделал фотку а мы что же можем делать фотки я вас ассасин с гритори сидел прикольные такие красивые фотографироваться и все видеть будут и да не помню как потом посмотрю давайте я хочу здесь посмотреть что здесь находится здесь большое поселение как но и команда у нас не маленькая бойцов уже до вставлен гарбля здесь что-то все спокойно а извините я сильно наверно припарковался а а мы можем сойти здесь пока парус не поднять они я просто управление говорю можно готовьтесь так ладно значит не понял я могу а вот куда надо стать да вот пристань специально есть пристань а ты дурак там мой мой здесь сюда причалим здесь объявление объявление значит вторую харальду нужны воины слава и богатство хотят да ну ладно не сюда особо тут особо мирный город походу абсолютно мирный и мы сходим сюда да так авангар блин здесь есть какая-то добыча явно может и магазины есть я не знаю я бы прикупил бы чё как . синхронизации там о по диалоге можно вести да это я можно вести диалоги ну так ладно пойдем сначала сядем посидим на точке синхронизации там обзор будет хороший можно будет все увидеть можно вести диалоги почти с каждым да я так понял это офигенно на самом деле и забраться вот так можем так я понял на какое здание нам лезть надо кархалку опа я думал мы по деревьям можем лазить ладно заберемся по деревьям он лезет да но недалеко да тут не так просто забраться как-то я не помню как он ползал в ассасин's grid odyssey но ползал почти по всему мы там о о о о синхронизировались а это состояние желтая тиния тайны а белые артефакты и первый артефакт у нас вот здесь а вторая тайна вот здесь да ладно мы так и пойдем туда а потом за артефактом почему бы и нет ёлы я не сюда хотел ты чего друг я хотел вручей это но чуть не умерли здесь не убились так это же городе да так вот тут у нас они вечны удача на продажу поговори у сульки златоуста есть сокровище из всех девяти миров диковины бесценные артефакты и все же ты назначил им цену все так о мудрый муж но я прошу только малую часть их цены вот частицы иисусова креста и кожа змеи что убила рагнера лотбрака не впечатляет твой товар что это за старый башмак им владел первый папа христиан или какой-то святой на нем благословение бога да держится он лишь божьей милостью а этот ремень на нем держался щит героя мать как то вышла мне такой же а что насчет этого шлема его носил хальдон черный когда погиб в бою он защищает и приносит урожай ты лжешь этот шлем был на моем отце в арене в ночь когда его убили ты змей сольки а это вещи из моего старого дома сколько кьетви заплатил за измену нисколько все не так и я правда был там в ту ночь но за кьетви не дрался я убежал трус теперь тебе конец нет я безвреден это мне решать где-то шлем заберем его себе дел найдите ключ у него ключ еще за вот и все предатель я не придавал варина клянусь я испугался и убежал а когда вернулся никого уже не было кроме трупов и ты их обокрал а теперь наживаешься на их смерти я взял лишь немножко я долго не продавал но новые вспоминания тяготили а я голодал я чуть не умер это не жизнь кто лишен чести хуже зверя и после смерти его ничего хорошего не ждет лишь такая жизнь мне и осталась и ее и у меня бери что хочешь из моей лавки бери все только только по щити так мы можем взять уже да плюс два очка навыка это интересно так оба типы узлов так применяемые очки навыков узлов позволит ул и улучшить боевые навыки так все все понятно узлы параметров основные навыки окей так это у нас ближний бой урон ближнем бою плюс 2 и 3 это у нас скрытность урон от скрытных а то дальний бой до давай освоим это и дальний бой освоим вот так чего мы два освоили правильно вот и отлично пошли теперь брать вот козел где тут твоя лавка тебе добрее чем ко мне теперь отвереть можно серебро клубок хочу а где шлем ничего не вижу я чё-то так и не понял шлема нам отдал или нет а вот так и песенка играет и шлем мы взять не можем да только сундучок но мы его пощадили как раз может здесь что-то припрятана у тебя еще так ну и ладно пойдем тогда за артефактом мы здесь как бы справились да так да тут крестик стоит теперь 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 у нас артефакт так и давай глянем на всякий случай на надо на всякий случай глянь что у нас из предметов нет ничего не забрали мы так сапоги есть так броня 15 18 12 уклон 14 а тут тем так броня возрастает при снижении ну давайте оденем так топор топор она этот в том бою атака для двух рук не мы оставим топор варена пока что то кстати усовершенствовать улучшить требуются материалы вот для чего нам материалы полчан улучшить у нас не хватает позже да так хорошо пошли за артефактом где-то здесь он 30 метров уху снежок как бы а тогда где-то елыбала вот тут сбоку тима вот артефакт где вы видите чего он улетел обещал улетел ничего не пойму что это за артефакт такой который улетел как артефакт могу лететь так ну ладно здесь в принципе наверно пока нам ничего и не надо да это чё такое пошли значит на корабль потом заглянем в этот город а вот он летает мы уже тут кого-то обидели да ну ладно ребят я не хотел артефакт летает какая-то шумиха уже да давай поехали на лебединую дорогу единственное что я хочу это заглянуть за остров перед дорогой домой на от недалеко это вот сюда вот заехать так сказать а потом уже домой даем домой далеко да так это чё у нас это тоже тайны это тайны это состояние и вот состояние вот хочу посмотреть что там за 100 состояние такое парус поднять на корабле это пять минут а там может быть затонувший корабль допустим потому что очень интересно здесь смотрите состояние да и здесь маленькие и еще и вот что то есть вот что то есть там вот поэтому поплыли нам надо вот туда да вот оплыть этот остров как бы до оплыть его со стороны блин посмотри на эту ряд на воде и на эти волны на отражение зеленый цвет даже появляется такой со снегом даже вода со снегом как бы да там как бы плавает блять даже снежинки или чё это пена снежинки класс блять просто просто класс я других слов просто не могу найти как нам надо мы сможем да это сделать да мы это сможем сделать нам надо вот так туда типа да довольно быстро плывет под парусом нормально сейчас поищем сокровища и приплывем к себе фор как бы не пустые да я думаю что дома тоже ждут нас какие отражения ветра елы-палы дом думаю 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 дома у нас ждет тоже какое-то сражение и приключения ведь вся игра это приключение поэтому мы будем ее проходить не столь быстро ребята как бы вам хотелось прямо мы обшарим буквально каждый уголок каждый уголок этой игры ага тут что-то интересное как и предполагал здесь наверно разбился корабль хорошо где нам припарковаться здесь мы можем где-то припарковаться тут что-то я не понял где нам стать тут где бы нам стать здесь давай разворачивай корыто греби разворачивай я думаю здесь где-то сейчас и станем поднимемся а потом пойдем так дальше вот где-то здесь прям вызови это льдины опа как зубы такой лед да хочу не прыгнешь она мачту ладно а сторону сторону можешь да так налет не забраться да окей на эти палки заберемся тоже нет да вот тут перепрыгнуть тут можно зацепиться альо их ладно я тебя понял вдруг ну да stem ну эйва ну елый паулы блять лед 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 ну давай вот они еще я думал ты смачь ты должен как-то на мать что залезть вот и с нее упасть вниз просто правильно так залезть в принципе задача сюда да а вот ты не хочешь на снег туда перескочить или как хочешь о смотри но тут можно же подняться его ну вот можно что чувствую можно а а тут лестница да и на нее не когда опа ты же зацепился почти за лестнице молодец а тут сундучок сокровища так а наше состояние значит увеличивается по мере того как мы добываем сокровища больше ничего нету здесь не расстраивайте меня нет ничего больше нет что то есть вторая подушка это круто опа есть кто-то еще умер так над не все же я помню да здесь давайте включим карту вот да как бы это не все вот здесь что то есть ой 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 отнырять надо да ну было не было бля я хочу то уже ничего не вижу здесь из-за ног твоих его давай поплыли на берег сотри дом покрылась сюда экраны дом покрылся и тебе холодно дам давай что-то там есть у нас кушать нету очень жалко быстро еда заканчивается минус 2 чужие не здесь охраняет так стоп а где второй вот он стрелы стрелы это как бы ребята чё-то пустовато у нас как-то здесь поздно друг ты меня увидел так что то есть прочитать записка для преступников ничего не крадите и квете и волки нас не тронут пропаганда просто пропаганда блин а я залучиться сюда чем-то пришел если честно а тут ни хрена нет да так и последняя . у нас это вот здесь у нас тоже что то есть не пойму тогда дан так не пойму я чё у нас здесь есть здесь есть две точечки вот одна подаль дом что ли а чё можно разбить бля можно можно я понял можно можно разбить лед ёлы-палы сейчас обтрушусь чуть-чуть бля здесь корабль как бы затонул не замерзнешь мы быстро туда и обратно кожу забрать давай эйвар не мерзни в натуре мерз так все забрали на кожу забрали здесь вот чё чё здесь еще господи здесь мы ныряли уже и были опа по бревнуков молодец вообще красавчик лёд можно такой подтал и разбить на сейчас выберемся опа видишь здоровье за забирается если в воде потому что очень холодно то есть так сильно не поплаваешь все поплыли отсюда тогда на базу к себе правильно здесь мы все обыскали здесь есть еще чуть-чуть как бы день уже но нам сюда надо да ну и поплыли немножко подзаработали так сказать кожу кстати кожи раздобыли оба на да ну нафиг атаки как слышишь друг ты давай рули ближе к берегу наверно лодочка у нас так себе она реально так себе она реально меньше вот как думаете она меньше блять чем в ассасинс грит одессе кто играл я уверен что меньше так ладно нам вот так вот вот так вот больше мы никак сюда не попадем поехали значит добычу сокровища мы чуть-чуть подобывали но жизни провизии до провизии маловато нет что-то покушал да и согреться надо как-то ассасинс грит вальгала зимой на прикольно вообще так у нас там помечено сокровище какое-то еще и меметку да и артефакт таки остался артефактом до артефакты да я не знаю как достать артефакты как-то поймать надо наверное они неуловимые просто но это мы попозже разберемся так мы правильно плывем держим курс держим курс не совсем правильно нам надо этот маленький остров обогнуть вот и уйти туда папа а так повернулся солнце как светит да смотрите и вода как отражается со снежинками отражается вообще обалдеть вообще обалдеть просто обалдеть так все правильно плывем блин это красиво это очень красиво я всегда любил серию ассасинс грит в принципе ну как с одиссея наверно наверно на 100 10 любила так вот мы сюда заплываем как бы нам надо прям в ущелье идти придется так на этот остров мы набег совершили нам по моему вот те ущелья надо да больше я ущелья не вижу так далеко но вот туда вот надо если все правильно понял да то есть вот сюда вот а не совсем сюда нам прямо надо держать курс прямо скалы вижу я в принципе не вижу прохода там нифига не вижу ладно давайте я от не придет за нами и будет сильнее чем прежде не удивлюсь эту войну ведет уже третье поколение вряд ли пьет издастся так просто твоя ненависть пылает жарче костра так что может согреть мне яйца может лучше штаны из тюлени и кожи будь осторожен ненависть может ослепить он убил многих из нас не только твоего не только твоего отца так так нам надо левее брать а здесь проходная на за скалами есть блин вечереет что ли да закат вечереет офигеть как красиво вот разумеется и тебя это не беспокоит мы не обеспокоит только одно он слишком поздно поймет что я прав а что сих вот сигурд здесь он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался подставив лицо ветру и что ты скажешь нашему конангу о случившемся скажу правду мы напали на крепость киотве убили его людей и ослабили его власть а то что ты чуть не потерял своих людей а сам едва не угодил брат это войдет в твою саду скальт который отважится спеть об этом замолчит на веки так вот и приплыли почти ух ты причали вы сюда ого кармелец воронов вернул мы думали что потеряли тебя навсегда ты всегда тепло встречаешь меня ты неважно выглядишь что случилось достаточно сказать что люди которые задержали нас мертвы а ты как хорошо хотя признаюсь я весьма утомилась успокаивая конанга он тобой недоволен я так и думал а сигурд он вернулся после набегов должен вернуться сегодня по последним вестям он где-то у тавангера рад слышать нам нужна его храбрость сигурд не спасет тебя от гнева своего отца ты еще не понял набег прошел не слишком гладко они редко проходят гладко но мы убили много людей киотве и среди мертвых тел я нашел топор отца после стольких лет отнеси его гуннеру топор нужно наточить так и сделаю но сначала к конангу не советую идти сейчас он беседует с посланником с севера и подожду ты сам не свой что-то не так я не видел топор отца 17 зим во мне что-то пробудилась впервые с того дня когда отца убили с того дня как я получил этот шрам скорбная память горька о бедах а боли поговорю с валкой она поможет мне понять мои чувства не торопи себя не спеши встретимся в длинном доме ты уже не тот что прежде как и этот топор может гуннер поможет и тут как узнаю скажу какой так окей очки опыта есть да сначала можно улучшать используя найденные материалы значок отображается так понятно базовые параметры предмета так хорошо колчан так улучшить позволяет нести больше стрел вот это очень отлично больше ничего улучшить не можем все закончилось у нас нормально так это чё у нас быстрое перемещение это дела семейные глава 2 так это чё за кости жизнь сурова тебя не да не то слово так я сберег свой корабль и дружину это дороже серебра как улов скверный совсем не клюет слишком много нынче лодок до судов сидеть с удочкой слишком скучно лучше взять лук да попытать удачи стрелять в рыбу из лука вот это мысль это не в счет нужно серебро и камни как улов да чё бы и нет привет девчонки мароша есть опа а то я не ел ничего да ко мне пришел совершенствуешь мастерство алис во всем мидгарде лишь твои насмешки страшат меня ты научил меня слагать стихи старый друг и скоро я превзойду тебя в этом хочешь еще один урок поединок здесь и сейчас что скажешь давай начнем я согласен я обычно ставлю несколько монет большинство любителей флютинга также любят делать ставки но сегодня без них я начну я готов точность рифм и размера вот ключ ко всему чтобы вылепить форму стиху своему все продумай всерьез выбирая слова и легко у соперника с плеч полетит голова рифма хороша на многословие нарушает размер чего говорим о смысле скажем флютинг это живое сплетение слов не бездумная брань выйти на кумов я скажу что пуста у тебя голова я отвечу в свою загляни-ка сперва славный ответ я назвал тебя глупым ты отразил выпад говорил об уме твой ответ тоже был о нем если на ум приходит не один ответ используй тот что ближе по смыслу последний что же ступай остроумием мир покори покажи всем огонь что пылает внутри как хотел бы я знать кем ты станешь теперь а фиг его знаю ученик твой тебя превзойдет уж поверь прекрасно твой урок до свидания а уровень харизмы у нас есть уровень харизмы морожка еще я воды брали я воды все буду собирать да так а где мы помечали эти кости 40 метров это как игральный бизнес какой-то только вот эти ты кто такой и может принять меня он еще говорит с посланником севера тебе стоит подождать ясно вернусь позже не вопрос я понял он он предложить сыграть варлок о не знаю давай в него играют почти в каждом городе а я не играл типа костей наших давай просто начнем ну чтож тогда начнем чем заключается игра так у меня так первый этап это бросок костей игроки бросают кости разные стороны костей могут наносить урон блокировать или давать жетоны с помощью которых можно использовать до рыбаков этап 2 до рыбаков игроки могут делать подношение чтобы получить до рыба гол дающие благословения которые могут повлиять на итог раунда и даже игры так и третий этап противостояния действуют эффекты костей нанося или блокируя урон даются им так так окей я в принципе очень интересно но ничего не понял да первое орел или решка давай орел ваш противник бросает первым козел как и чё там теперь я так какая-то лапа до бросить кости стороны костей так топор урон 1 стрела урон 1 крадет лапа до блок 1 блок 1 дает так это чё нам выбрать надо да блок а мы выбираем еще до тоже блок поставил да так а мы крадем каждый каждая кость дает 1 жетон так ну это интересно это типа надо в это играть да как но у нас побольше да этих сдаться а сколько же играть будем елы-палы блок давай блок поставим у нас больше золотых этих штучек это потому что походу мы выиграли я не знаю сколько играть надо давай бросай кость выберите тогда урон продолжить какой дар богу наносит урон 2 хорошо давай вот это ага двух камушков нету у него ага я понял я понял в чем проблема здесь да здесь надо я понял так ну да играем я думаю да ага пропустим 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 ферму а это по камням стрельнула я понял как это работает теперь блин он по камням нашим лупанул если нету никаких кубиков я понял значит по камням лупит да так это чё блок 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 опорije и вот нам надо еще давай блок а теперь если выпадет час к топорике киснет вам два блок а опа и 3 блок да вот так так окей а так здесь выберем урон пусть 5 будет папа 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 так чего ты проигрываешь но у нас нет этих теперь нету этих штучек до очень плохо интересная игра это типа знаете как ведь маке гвинт был до карты только здесь кости в принципе очень неплохо как по мне так топор вот так у нас получается 2 крадет да да нету у нас ничего да пара ударов и тебе конец тебе конец один камушек и 3 камушка да неплохо ну была не была короче а нам тут можно вот так выбрать и смотри смотри какая красота получается и бабах как не хватает жетону как это не хватает у меня вон сколько у него один это значит не хватает то значит не хватает жетону вон сколько жетонов а блин мишень блин он смахлевал все ты смахлевал не нифига меня хватит я понял игру да все чувак спасибо за игру да меня хватит так а куда нам идти подожди нам сюда надо да как бы но здесь дела семейные да дела семейные пошли к делам семейным так это не сюда это туда извини 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 дружище а на лошадку сесть могу ухты ухты красота 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 так стоп мы так пропустим я потом голодать будем я не знаю и 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 на птичку зайдем ладно старая ведьма принесу тебе рога олень а еще до дома валки доберемся где наша синхронизация выходим из города идем прямо на нее я так думаю вот на той скале где так в воду не пойдем дабы не замерзнуть блин очень интересная игра на самом деле сюжет она вон он блин ладно было не было мне тут мелко не замерзли блин а ботинкинием каким-то покрылись снег снежный вообще класс красота красота так я даже не знаю поднимися ты ты шейвар не алексиус опа это чё за избушка стрелы полный боезапас у меня да куда мне это серебро только девать на него можно что-то купить однозначно да не все забрала его ну как-то так где наш . синхронизация 300 метров погнали классный снег какой смотри как проваливается я вот играю и чувствую вот знаете вот эти вот провалы прям сугробы как то есть не просто бежит как будто бы там по линолеуму или деревяшки сделано шикарно нет слов просто так ну давай мы сохранить синхронизируемся увидим карту я не знаю нам еще оленей где-то пострелять надо и добраться до дома этого дела семейные надо закончить что чё 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 вот тут нявка блин мне сразу вспомнилось red dead redemption 2 да эти животные когда бегаешь нявка так это это кто у нас я не знаю но кого-то мы шлёпнули кожа блин ну значит и песцы или чё это такое дает кожу плык волка это волки такие углевые да ладно пошли значит кожей кожу можно добывать вот так вот да и улучшать так хочу мы не не сделали навыки свои да так улучшить мы ничего не можем пока вот навыки у нас есть так устойчивый ближний бой очень тоже надо так здоровья здоровье очень надо тебе да пока дальше чуть здесь путь волка дает бонус к мощности снаряжения пути волка атака плюс один сила оглушения блин и вот это понимаешь и вот это нужно блин и вот это ну ладно зафигарим это пока следующая у нас будет ну ну здоровье здесь по-любому надо из него никуда так вот так мы можем залезть нет просил сюда ну давай давай по сантиметру вот так молодец по льду забираться мы не можем оба чё за руда железно они можем тут я сказал что мы не можем так только не свались вниз чувак нам надо просто синхронизироваться красиво ничего не скажешь больше даже без комментариев так и где у нас тут дела семейные дом балки вот он дом балки да так ну совсем рядом вроде дом балки вот там дом балки так как мы спрыгивать будем нет елы палы да раздолбай ты эту руду так руда есть дом балки вот он там хорошо хоть здесь есть максимум провизии у меня до сумку надо побольше для провизии мне кажется так здесь можно полутаться неплохо и кожи и провизии принципе но мы идем в дом балки прям напрямую через горы если что-то видим то лутаем конечно значит эвент просто-напросто спит кое-что проясняется мне пока лично не проясняется а вон дом балки опа олень опа олень опа олень не попал как одного есть один есть кожа 4 а рога там вся фигня это не дом волки мы дошли волка песни мира можно слышать лишь в тишине свала это хвала и приветствие древние взываю к вам услышьте же великий один и фрея благодарю вас за дар сейда благодарность и награда давно не виделись что привело тебя ко мне я пришел за советом для себя не для клана что с твоей матерью разум ее слаб она говорит с духами боюсь ей не пережить зимы но с ней теперь рассказывай ты мне было видение очень ясное может просто на вождении за жажды битвы или от холода но расскажи мне спустя 17 лет я вновь нашел отцовский топор когда я коснулся его я увидел там был волк свирепый зверь потом явился он седобородый одноглазый в плаще он звал меня за собой а высокий он зовет тебя возможно хочет поговорить передать послание только сейд может прояснить твой разум и распутать нити оплетающие его я быстро управлюсь что ты варишь зелье чтобы отпустить твою хук и распутать мысли это будет подобно сну и ты отправишься в мир грез ты меня напоишь наркотой я бы не пил бы ну ладно хочешь проникнуть в суть тогда давай выпьем давай давай блядь я так и знал никаких видений ничего ну да реально ничего где ты ведь хави 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 какой я казался среди мертвых блядь ничего себе сири город брат мой когда ты прибыл да куда же убегаете все ёбка ты где или ты уже умер сега что это чё это такое покажи личико я понял сигур блядь да детства ёбка говоришь видения нету а говоришь не накрыла накрыла нас с тобой говорил не пей волк 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 да и а а а а а Сигурд. Брат! Что это? Другого пути нет, Хави. Все предрешено. Сигурд! Сигурд! Что? Что случилось? Это не для тебя, Хави. Нет! Ого! Как? Что-то с Сигурдом случилось и явно не то. Видно, в бою он потерял руку и его убили. Но это мы попозже узнаем. Пока это видение. И я взбирался на вершину горы вслед за волком и там бушевала снежная буря. Меня звал Волк, там были Норны и Один. Блин, не помню там Одина, да? Да. Мне показалось, что Волк звал меня, как будто хотел, чтобы я шел за ним. Ты брат Волка и будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Там был Один, а Норны пряли нити судьбы и наблюдали. Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь, твой путь, что ждет впереди и чем кончится. Я видел врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Осид был. Ты добрался до вершины горы? Добрался. Там был Сигурд. Он был ранен. И лишился правой руки. Потом появился ужасный волк размером с дракона. Он глядел на меня. А затем напал. И я очнулся. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Ни фига себе. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат. Моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет. Не правда. Или ты все не так поняла. Этого не будет. Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно. Так. Вот такая вот история нас ждет в принципе. Да. Ребята. Ну на этом у нас все. Ну как все. Следующая серия уже совсем скоро. Поэтому кто не подписался или забыл подписаться подписывайтесь. А и не забывайте про свои пальцы вверх. Это очень помогает. И заранее большое спасибо. Вам ребята. Всем пока. До скорого.